Восемнадцатого и девятнадцатого января в самом центре Москвы состоялся Игрокон-2014. В него преобразовался Рождественский настольный фестиваль, проходивший уже несколько лет на Тишинке. Первое, что бросалось в глаза на входе, просто толпы народу. С таким количеством посетителей конвент достаточно быстро превратился в фестиваль напольных и подоконных игр. На правах хозяина мероприятия наибольшую территорию на конвенте получил Мир Хобби. Помимо традиционной игротеки, большое внимание было уделено и турнирам. Например, в рамках Игрокона прошел российский отборочный тур Чемпионата Мира по Ticket to Ride. Мир Хобби переняли у Игромира идею с так называемым квестом. Собрав наклейки на стендах компаний-участников, можно было получить небольшой, но приятный приз. К составу уже известных посетителям фестивалей гигантских версий Каркасона и Черепашьих Бегов добавились большие настольные Крагморда и Ticket to Ride. Большой популярностью на игротеке пользовался Зомбицид. На него выстраивались реальные очереди. Игровед в этом году решил избавиться от привычного игротечного хаоса, попытавшись закрепить за определенными столами конкретные игры. Ну и не обошлось без уже привычных турниров и традиционной лотереи с призами. Звезда провела первую публичную презентацию ведьм и даже устроила по ним турнир. Новой информации о дополнении к Спартаку или локализации Make Wars озвучено не было, однако некоторые с удовольствием играли и в оригиналы. Общим стендом выступили правильные игры Pandora's Box и Gimino. Добраться до их прилавка было почти невозможно, во многом благодаря, как всегда, великолепным кубикам Пандоры. Присутствовала на конвенте и до этого неизвестная мне ростовская компания Premier Toys. Они представили локализации первых двух игр в линейке прекрасных семейных настолок издательства Dry Magier Spiele, Магический лабиринт и Лестница с привидениями. Также они взялись за перевод Black Stories, идейного вдохновителя Донеток. Зона варгеймов, как обычно, потрясала масштабностью сражений и детальностью миниатюрок. Кстати о них. В этом году для всех желающих проводились лекции и мастер-классы по покраске различных миниатюр, собравшие немалую аудиторию. Для любителей ролевых игр присутствовала на конвенте и зона роликона. И отдельного внимания, на мой взгляд, заслужил уголок независимых разработчиков. В течение двух дней можно было опробовать более 20 прототипов будущих настольных игр разной степени готовности. Авторы с удовольствием объясняли правила, делились идеями и отвечали на вопросы интересующихся. Мне посчастливилось сыграть партию в новую игру автора космонавтов Юрия Емчакова «Лабиринт зеркал». Несмотря на обещанную мозголомность, партия пролетела очень быстро, интересно и без долгих заумных ходов. Перед закрытием фестиваля прошла церемония награждения авторов, на которой Юрий отхватил целых два приза, с чем его и поздравляю. Говоря о новых именах, не могу не упомянуть и еще об одной игре. Необоснованно незамеченным получился выход на рынок новой отечественной коллекционной карточной игры под названием «Звездные миры». Игра обладает уникальной механикой, не требующей применения каких бы то ни было карт ресурсов и довольно широкими возможностями взаимодействия с колодой, что позволило сделать игру более тактической и менее рандомной. Оба дня игрокона авторы игры знакомились со своим творением любых желающих и, надеюсь, приобрели немалое количество новых игроков. Ну и в заключение о самом интересном — о новинках. Мир Хобби выпустил ранее неанонсированную игру «Семь гномов». На поверху это оказался веселый пати-гейм с немного напоминающей джемгу-механикой. Игрокам необходимо при помощи особых инструментов добывать драгоценные камни или кору дерева. При этом важно не выбить из колонны диски основания, которые приносят игроку штрафные очки. Игровед привез свои недавно вышедшие игры «Гоббит», «Номы» и «Пиктомани». Звезда большое внимание уделила выходу «Хотвор» — нового воргейма системы Art of Tactics, посвященного современной боевой технике. Отлично способствовали привлечению людей к игре и две прекрасные стендистки. На выставке можно было опробовать и нестандартную головоломку «Галаксия». А самое главное, мне удалось сделать несколько уникальных кадров недавно анонсированной игры «Ацтеха». Эта логическая стратегия целиком производится в России и увидит свет весной 2014 года. Подводя итоги, хочу сказать, что игрок он стал гораздо больше и привлек просто невероятное количество посетителей. Поэтому хочу пожелать выставке прежде всего большей территории, смелых анонсов и неожиданных премьер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok